Аллаху Всевышнему Не эта причина. Причина Аллаху Всевышнему Он помиловал нас. Захотел нам и открыл сердца. Среди миллионного населения миллиард людей у нас тут на земле. Среди них избранные люди, те, которые верующие. Аль-Хамду, если мы верим в Аллаха Всевышнего, уже нас Аллах Всевышний избрал. Благодарить нужно за это Аллаха Всевышнего. Это то, что у нас есть причина. Это ключи джанната, следующей жизни в наслаждении. Следующая жизнь будет иншалла в раю. Только из-за того, что у нас уже есть вера в Аллаха Всевышнего. Чтобы теперь попасть в рай без наказания, без мучения и не быть несчастными, нужно придерживаться этой религии. Благодарить Аллаха Всевышнего за то, что Он дал нам веру. Подчиняться Аллаху Всевышнему. Делать то, что от нас требует эта вера. Мы сказали «Ля Илляха Илля Аллах». Мы сказали «Ачхаду ан-Ля Илля Ха Илля Аллах» «Ва Ачхаду ан-Мухаммадан Расуль Аллах». После этого теперь нужно что нам делать? Истаким. После этого нужно держаться в прямой дороге. Когда пришел один из подвижников, говорит «Я Расуль Аллах, скажите мне что-нибудь такое, чтобы я это запомнил, и чтобы этого было мне достаточно, чтобы я у кого не спрашивал больше совета. Как мне жить? Коротко». А Пророку, ему было дано самое великое красноречие. И он говорит «Скажи, что я верю в Аллаха Всевышнего». А потом придерживаться прямой дороги, которую Аллах Всевышний не спасал. Да, Аллах Всевышний нам всем держаться прямой дороги. Когда мы просим на намазе «Ихди нас с сиратом мустаким». О Аллах, веди нас прямым путем. О Аллах, направляй нас на прямой путь. Нужно всегда понимать, что мы хотим дальше жить вот так, прямо по этой дороге жить, чтобы не свернуть, чтобы не заблудиться. Постоянно нужно это просить, постоянно это вкладывать, закладывать в это слово, в эти аяты, которые мы читаем на арабском языке. Нужно стараться хотя бы эти слова понимать. Альхамдуллях, что мы мусульмане. Всегда, во все времена людей беспокоил вопрос, что же происходит с человеком после смерти. И люди, они разные варианты предлагали. Если об этой вещи, что происходит с человеком после смерти, если об этой вещи сам создатель вот этой смерти, он не скажет, если сам создатель этого человека, он сам ему не скажет, что с ним будет дальше происходить, то об этом никто не знает. И об этом нам наш создатель сказал. Он нас создал. 60, 70, 80 лет тому назад здесь нас никого не было. На земле. На земле нас не было даже. Где мы были? Неизвестно, где мы были. Аллах Всевышний говорит, Разве не пришло такое время для человека, что он появился на этот свет, когда раньше не был вообще ничем. Пришло такое время, что он появился на этот свет. Вспомните этот момент, когда мы родились на этот свет. Кем мы были, где мы были, чем мы были до этого. Появились на этот свет. И Аллах Всевышний говорит, разве не пришло это время, когда он появился на этот свет, а когда раньше о нем никто не знал, для чего он теперь появился. И когда он появился на этот свет, Всевышний Создатель создал для него глаза, слух, зрение. И потом этот человек, дальше как появился на этот свет, начинает слышать, видеть, ему говорят, он слышит, что у тебя есть Создатель. Разве мы не слышали? Слышали. Потом он начинает видеть, что все доказывает, что у этого мира есть Создатель. Разве мы не видим? Видим. Имма шайкеран ва имма кафура. Дальше этот человек, после того, как это все слышит, ему говорят, он слышит, узнает, видит, все понимает. Дальше. Имма шайкеран ва имма кафура. Дальше мы теперь живем, после того, как все узнали, услышали про нашего Создателя, нужно ему поклоняться. Он нас создал, чтобы мы поклонялись ему. Он нас обеспечивает. Рыск у нас, он раскидан по этой земле, под землей и на небесах. Наш риск есть. Это все мы знаем. Дальше. Он нам говорит, чтобы мы поклонялись ему. Имма шайкеран ва имма кафура. Теперь дальше человек. Либо благодарным будет Создателю за то, что он его создал, за то, что до него донес эту истину. И благодарным будет слушаться, починяться, поклоняться ва имма кафура. Или же неблагодарным будет. Будет ослушаться. Нет, скажет. Не хочет верить Создателя. Не хочет совершать намаз. Не хочет поститься. Не хочет выплачивать закат, делиться, садаха давать. Сами выбираем дальше. Либо благодарными быть, либо неблагодарными. Лучше быть благодарными. А почему не благодарить? И когда мы каждую секунду зависим от нашего Создателя. Каждую секунду мы зависим от нашего Создателя. Мы думаем, что вот я здоровый, голова работает, не нужно опасаться, правильно жить, правильно двигаться, и все нормально будет со мной. На самом деле все будет нормально с нами, когда Аллах Всевышний это позволит. Он нам позволяет пока жить. Сегодня проснулись. Когда мы спим, что с нами происходит? Смерть — это малая смерть. Когда мы спим, наши души поднимаются. Аллах Всевышний говорит, что те души, у которых закончился рыск, они не возвращаются. Те души, у кого еще не закончился рыск, не пришел еще аджаль, возвращаются в эти тела. Когда мы спим, ничего не знаем, ничего не знаем. Правильно? Смерть. То есть мы умираем, малая смерть. После этого снова Аллах нас оживил сегодня утром. Снова дал нам жизнь, снова увидели, аль-хамдул-Ллях. Но Он эту жизнь дал нам для чего? Не чтобы мы просто проедали свой рыск, потом плодились и ушли с этого мира. Не так просто. Не для этого, чтобы просто поесть, как животные. То есть животные, у них жизнь такая. Проснулись, им нужно поесть. Поели, им нужно плодиться. Снова сон. Поел, поспал, снова так продолжается. Каждый день у животных. Каждый день. Но в отличие от нас, они выполняют функцию. Для природы они служат. Польза есть для природы, для нас, людей. А мы не для этого созданы. От нас для природы нет пользы? Нет. Потому что мы не для природы созданы. И мы не должны жить как животные. Просто проедать, плодиться и спать, потом умирать. Мы услышали, для чего мы созданы. И вот мы должны это воплощать в жизнь. Пока не пришел конец. Пока не закончится срок нашей жизни. Когда закончится срок нашей жизни, никто уже этот срок не отодвинет, позже не сделает. Никто не даст нам отсрочку. Ангел смерти, он не придет, скажет, завтра ты умирай, завтра мы забираем у тебя душу. Покайся. Внезапно проходит смерть. Есть признаки смерти, как болезнь. Ударился, постарел, седые волосы появились. Катастрофы видим. Видим, что рядом с нами умирают наши ровесники, умирают, младшие нас умирают. Это все нам говорит о том, что задумайся сам. Сам задумайся, что ты тоже можешь умереть. Почему? Его очередь сегодня пришла, а твоя очередь, может быть, она завтра. Представьте, это такие примерные подсчеты. Каждый день полтора миллиона людей умирают. Если это представить, ощутить, что каждый день умирает полтора миллиона людей. Сегодня умерло уже полтора миллиона. А мы еще живые. То есть наша очередь еще не подошла. Но она приблизилась. Умер кто-то. Это доказательство того, это знак того, что и твоя очередь, вот она приближается. На одного человека уже ближе стал. На полтора миллиона человек еще ближе стал. Представьте. А когда придет эта смерть, то все, все, все наши планы, они останутся. И уже за планы переживать человек не будет. Когда придет смерть, мы не будем переживать, что я не успел построить дом. Не проблема. Когда умрешь, не проблема это для тебя. Вообще не будешь переживать об этом. Когда умрешь, не будешь переживать. Ой, я не успел женить своих детей. Я не увидел их свадьбу. Ой, я не дожил до старости. Ой, я не успел это сделать или это сделать. Не будешь переживать. Будешь переживать за другие вещи. Не за мирское, не за то, что мало денег собрал, машину себе не успел купить. Или кто-то жениться не успел. Не за это переживать будет человек. Когда придет смерть, он будет переживать. За что? Он будет переживать, за намаз будет переживать. Сколько тебе говорили, что поставь свою голову на землю один раз, Аллаху Рахмат скажет, сколько тебе говорили. За это он будет переживать. Вот почему я не благодарил Аллаха? Почему я садждан не сделал Аллаху Всевышнего? Почему я не совершал намаз? За это он будет переживать. Умрет человек, он будет переживать. Зачем я это в кармане носил с собой эти деньги? не мог поделиться что ли какую-то часть мог бы ведь садака сделать дать мог за это он будет переживать и потом будет после смерти желать робби джон о господь верните меня моего никто не вернет может быть что-то сделаю хорошее может быть она намаз один прочитаю ли асадака чтобы садака дать с кем-то поделиться я могу это но поздно уже будет поэтому как говорит пророк саллаллах алейхи вассалям разумный человек этот кто делает себя религиозным и делает то что ему нужно на завтрашний день после смерти что нам нужно после смерти вот это нам нужно делать если мы считаем себя разумными если мы считаем что мы правильно мыслим мы правильно живем вот посмотрите теперь на свои мысли посмотрите на свои дела вот ежедневные дела посмотрите что вы сегодня делали но до обеда что вы сделали сейчас после обеда что мы будем делать мандана на всяку кто свой на свою душу делает религиозным у амиле лима бадал маут и делает то что ему завтра после смерти нужно вот этот умный человек если мы так мыслям если мы так планируем жизнь свою с утра вот сделали что-то хорошее что а хорошее это что хорошее это аллах сивишний говорит фэзкуруни азкуркум очкурули валя такфурун аллах сивишний говорит помните обо мне вспоминайте меня помните обо мне азкуркум я буду вас помнить буду вам давать поддержку помните обо мне ибн аббас ради аллаху говорит аллах всевышний нам говорит чтобы мы помнили его всегда как всегда это чтобы его помнили когда мы находимся дома у себя когда мы находимся на улице когда мы на своем рабочем месте когда мы в мечети когда мы наедине никого нету никто нас не видит что всегда помнили об аллахе это означает чтобы всегда наши дела были правильными что-то хотим поесть, вспомни об Аллахе. Вспомни, что он тебе запретил. Это не ешь. А остальное ешь. Хочешь что-то попить, вспомни об Аллахе. Что тебе запрещено пить, это не пей. А остальное все пей. Хочешь делом заняться, заработать деньги, вспоминай об Аллахе. Думай, что запрещено, какой вид деятельности, заработок запрещен. Все, остальным зарабатывай. Живешь, вспомни, как нужно жить. Об Аллахе вспомни, как он приказал мне жить. Вот жить, вспоминая об Аллахе, это означает, что делать именно то, что нам нужно после смерти. Когда мы зарабатываем, вспоминая, что можно, что нельзя, мы делаем то, что нам пригодится после смерти. Об этом говорит пророк, салалулах, алейхи ассалам. Разумный человек, он вот так живет. Умный человек, он вот так живет. Он делает себя религиозным, то есть всегда помнит об Аллахе, всегда помнит нормы закона Аллаха Всевышнего. Исправляется. Свой нафт, свою душу делать религиозным. Старается быть еще лучшим человеком, еще красивым человеком, еще лучше, лучше, красивее, красивее. И становится прекрасным человеком, прекрасным рабом Аллаха Всевышнего. Вот это говорит о том, что человек умный. Если он с каждым днем все религиознее и религиознее становится. А если он как вчера прожил, так же и сегодня проживает. Может быть сегодня и хуже стал. Что-то неправильное сделал, некрасивое сделал. Это означает, что он аджес, он слабак. Он слабый. Когда придет смерть, смерть, она разрушает все наши планы. Сейчас у каждого из нас есть какие-то планы. После даже намаза есть какие-то планы. На будущее есть план, на следующий год есть план, на лето есть план, на 10 лет вперед есть план, потом на старость еще есть план. А когда приходит смерть, все это остается, все это не нужно. Таких, которые планировали, до нас миллиарды прожили. Миллиарды прожили, которые планировали и планировали. Где их планы, где их желания и мечты? Где они сами вообще? А те, которые хорошо осуществили свои планы, где они сейчас? И где они, ихние эти планы? Где ихние богатства, которые они заработали? Где ихние наслаждения, которые они получили, добились? Нету этого всего. Где ихние дамага, которые они построили и жили в них? Их даже нету. Разве это нам не говорит о том, что этот мир, он оставит тебя? Ты этому миру не нужен. Разве это не говорит нам о том, чтобы лучше позаботься, после смерти у тебя будет дольше жизнь. После смерти у тебя настоящая жизнь, Аллах Всевышний говорит. Ахиратская жизнь, Ахиратский дом, вот это настоящая жизнь, Аллах Всевышний говорит. Лучше там нужно строить. Туда лучше надежды и мечты. Все планы туда нужно отправлять, связывать себя с Ахиратом в следующей жизнью. А в этом мире, в этом мире свой удел не забывай, Аллах Всевышний говорит. Не говори, что этот мир, это цель наша. Просто не забудь, что в этом мире тоже тебе дозвольно, дозволено жить, дозволено наслаждаться, есть, пить, отдыхать. Дозволено. Но не эта цель. Чтобы не отвлекаться этим от своей цели, мы все в этом мире как путники. Умар Абнадхаттаб, ради Аллаха, Абнадхаттабханху говорит. Будь в этом мире, как будто ты путник. И на самом деле, мы как путники. Что делает путник? Путник, он отправляется куда-то на заработки и строит дом у себя на родине. Так ведь? На родине у себя дом строит. И возвращается сюда, к себе домой. И мы как будто в этом мире, как путники. Наша земля, наш родной дом, это в джаннате, в раю. У каждого места есть в раю. Это туда нужно отправлять средства. Там нужно дом себе строить. Там большие участки, огромные участки. Вот пока мы живы, пока не пришла смерть, мы можем себе в этом мире что-то сделать хорошее. Для Ахрета своего. Когда придет смерть, ангел смерти придет, заберет душу. Душа как забирается? Душа это вещь, которую Аллах Всевышний, Он вдувает. Ангел приходит и вдувает наше тело. Тело, оно создано из сперматозоида. Аллах Всевышний создавал. 120 дней. И душа вдувается в наше тело. Душа кто знает о душе? Никто из нас не знает, что такое душа. Никто не знает. Душа это дело Аллаха Всевышнего. Никто не знает, что такое душа. Но вот эта душа, она дорогая. Это важная. Не наше тело важно. Вот эта душа вдулась, вдули в наше тело, женили нашему телу. После того, как заканчивается срок вот этого тела, рыска у него не остается, у дела не остается, не остается капли воды на этой земле для вот этого тела нашего. не остается капли крошки хлеба на этой земле для вот этого нашего тела. когда пришел этот момент и не остается уже воздуха даже для этого тела, душа выдергивается. Душа верующего, она легко выходит. Душа неверующего фасика с мучением выходит. И выходит она, независимо от положения этого человека, лежит этот человек или бежит этот человек, или же играется этот человек, или он в намазе. Разницы нету. Душа, она выдергивается. Разницы нету. Он старый или молодой, он готов или не готов, планирует, не планирует, вспомнил о смерти, не вспомнил. Верит в Аллаха, не верит в Аллаха, разницы нет. Душа, она выдергивается, вытаскивается, когда заканчивается срок. Срок закончился, все, душа вышла. Потом отправляется этот человек в могилу. А в могиле спрос. В могиле спрос. Вот к этой могиле нужно готовиться. Если мы будем жить правильно, верим в Аллаха Всевышнего, сказали, я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. Что Мухаммад посланник Аллаха, свидетельствую. Сказали, дальше нужно жить чисто. По религии Аллаха Всевышнего. Кто себя делает религиозным, старается быть настоящим, полноценным мусульманином и готовится после смерти, для него будет в могиле жизнь, как в раю. Райская жизнь у него будет, райский сад будет у него в могиле. Сколько людей сейчас среди наших родственников там уже в могиле? Бабушки наши в могиле, дедушки в могиле. Сколько родственников наших в могиле под землей? Они там оживут. И у них жизнь будет дольше, чем на этой земле. Здесь они сколько прожили? 50, 60, 70, 80, пусть 100 лет. Сейчас они там будут жить дольше. И что с ними сейчас происходит? За это живые могут переживать. Живые что-то им могут помочь, как-то могут повлиять на них. Но они сами уже не могут повлиять на себя. Они не могут, как мы сейчас, прийти на намаз. У нас возможность есть. На намазе долго постоять, попросить у Аллаха прощения. У нас есть возможность красиво кого-нибудь обрадовать, садаха дать. У них этой возможности нету. У нас есть возможность красиво что-то для родителей сделать, чтобы они рады были нами. Что-то сказать детям своим, как воспитание с Аллахом их связать. Что-то доброе сделать окружающим. У нас есть возможность. Пока мы живы. У них этой возможности нету, но они хотят. Многие из них хотят. И когда мы туда заходим, и как каждый, кто туда зашел, он прошел этот момент экзамен. Зашли, положили его туда, в могиле начинается спрос. Кто спрашивает человека? Ангелы. Помните, ангелы, они вдули в нас, в нашу душу. Там снова нас встречают ангелы. Ангелы на кир и мункар, те, которые будут спрашивать нас. Там человек, Умар и Бхаттаб, ради Аллаха, говорит, о посланник Аллаха, а я буду знать, что я Умар, сын Хаттаба. Он говорит, как ты сейчас знаешь, что ты Умар, сын Хаттаба, вот так же будешь там знать. То есть мы будем в своем уме тама в Ахирате. Точно так же, как мы сейчас чувствуем, проживаем этот мир, так же у нас будет голова тама работать. Мы будем все понимать. И ответы там будут, они сердцем, своим нутром, духом своим, душой мы будем отвечать. Здесь кто-то кому-то может обмануть, правильно? Головой своей подумать и схитрить, и обмануть может. Там, что у него в душе, вот это будет у него на языке. Вот это будет отвечать. И ангелы придут и спросят. И подготовьтесь, каждый из нас должен к этому подготовиться. Задать себе вопрос такой, я смогу-то ответить правильно? Потому что ответ будет исходить от нас, вот делами. Люди, мы друг на друга смотрим, и можем сказать, этот мусульман, он боится Аллаха. А вот этот, он не боится Аллаха. Он же не живет по религии. Друг на друга смотрим, по делам мы узнаем, определяем. Но Аллах еще глубже видит. Он там видит то, что у нас в душе, то, что мы прячем. Там они скроются, то, что у нас в душе. То, что у нас в душе, вот это будет влиять, вахирать там, в могиле. Ангел придут, два ангела. И этим ангелам неинтересно, кто пришел. Мусульмайн, не мусульмайн, неинтересно. Женщина, мужчина, старый, молодой, здоровый, больной. Неинтересно. Неинтересна нация. Неинтересно, красивый или некрасивый. Спросят. Положили, похоронили. Говорит пророк, как захоронили, как начинают отходить, спрашивают их. И он сказал, просите им стойкости. Просите им стойкости. Мы можем друг другу при жизни помочь, поддержать друг друга, дух поднять друг к другу, настроение поднять друг к другу, дать ему, чтобы он не переживал, пока живы. Тама, только просите Аллаху, Аллаху, укрепи его. Аллаху, укрепи его. Мы общество, как одно тело должно быть. Этому нас учит пророк, салалулаху, алейхи, ас-сам. Даже те, которые ушли с этого мира, мы живем еще и, думая о них. Салю ляху саббат, или салю ляху с тазбит, пусть Аллах его укрепит, просить у Аллаха. Ангелы сейчас его начинают допрашивать. Ман Раббука, кто твой Господь, которому ты поклонялся? Ман Раббука, кто твой Господь, которому ты поклонялся? Вот представьте, сколько среди наших родственников, которые, может быть, не смогли ответить на этот вопрос, когда им задали вопрос, Ман Раббука, кто твой Господь, которому ты поклонялся? Сейчас иногда приходят сюда джаназа, некоторые стоят, не совершают джаназа, не присоединяясь к намазу. Здесь люди в мечети намаз совершают, а кто-то на улице стоит и не хочет зайти даже. Если у него спросят, Ман Раббука, кто твой Господь, которому ты поклонялся? Как он ответит? Кому он поклонялся вообще? Как ответит человек? Рабби Аллах, как он ответит, что Мой Господь Аллах? Если он не поклонялся своему Господу, не любил, не уважал его, как он ответит, что Мой Господь Аллах? Мадинуке спросят, какая твоя религия? По каким законам ты жил? Вот как эти люди ответят, которые намаз не совершают, что Дини Али-Ислам, моя религия Ислам, как они ответят? Если сказать, что моя религия Ислам, это означает, что ты намаз, значит, совершаешь? Ты мусульманин? Да. А, ты, значит, намаз совершаешь? Нет. А как намаз не совершаешь? А как ты говоришь, что твоя религия Ислам? Это первое, после веры в Аллаха Всевышнего, первое, ты должен намаз совершать. А что, сложно, что ли, у вас намаз совершить? Что, нужно целый час стоять, что ли, на намазе? Нет, сколько минут? Две минуты? Или четыре минуты? Сложно, что ли? Не сложно. А почему человек верит в Аллаха Всевышнего? Готовьтесь. Каждый должен готовиться. «Ва анзир ащирата каль-акрабин» Аллах Всевышний говорит, предупреждай, увещевай своих близких родственников. Наши родственники тоже умирают. И у них такая же участь, они тоже будут спрошены. И им тоже придется либо в раю находиться, либо в аду. Либо наказание получать, либо наслаждение будет дальше продолжать жить. И в могиле это решается. Усмал ибн Афан, когда он подходил к могилам, он плакал, рыдал аж. Борода его становилась мокрой от слез, от того, что он переживает. Боится Аллаха Всевышнего, переживает, что там, а что-то с ним будет. И когда ему говорили, ты вспоминаешь о джаннате, вспоминаешь о аде, об аде, о наказаниях, и не плачешь, как тут плачешь. Он говорит, пророк Мухаммад, он говорил, если человек, он говорит, что могила, это первая ступенька следующей вечной жизни, ахирата. Если тут спасется человек, дальше будет легче. Если там в могиле не спасется, дальше будет еще сложнее. И он переживал, чтобы в могиле спастись. Он боялся, что там, не дай Аллах, может не спастись. Мы не лучше его, мы не лучше пророков, которые все боялись. Все боялись, праведные боялись, что в могиле может получить наказание. Даже пророки боялись, самые лучшие люди боялись. А простые люди, вот такие рядовые, как мы, ходим и не боимся, не переживаем, не думаем об этом. Что мы тут на земле делаем? Что-то великое, что ли совершаем, что у нас нет времени до следующей жизни, нет времени для намаза. Что мы делаем? Ничего не делаем. Просто живем, питаемся. Вот так мы живем. Просто живем, питаемся. Грандиозного ничего не совершаем. Кто грандиозное совершает, через несколько столетий нет этого грандиозного его ничего. В могиле, на одинокое, когда спросят, какая твоя религия, если человек не совершал намаз, как он сможет ответить? Намаз это первое, за что будет отвечать человек после смерти. А для намаза Аллах Всевышний, он создает условия. Или это не так? Мусульмане, мы, аль-хаммда, прекрасно это знаем, что для намаза Аллах Всевышний создает условия. Намаз это рахмат сказать Аллаху Всевышнему, спасибо сказать Аллаху Всевышнему за то, что сегодня ты проснулся, сегодня живешь. Спасибо сказать Аллаху Всевышнему за то, что сегодня у тебя есть рыск. Ты инвалидом не стал, голова у тебя в порядке, глаза у тебя видят, уши у тебя слышат, руки работают, ноги работают. Спасибо скажи, поблагодри Аллаха Всевышнего. На месте постой 5 минут. Это намаз. Это для того, чтобы потом там в могиле ответить, что моя религия — ислам, длини аль-ислам. А как человек может тут сказать, что моя религия — ислам, если он не хочет выполнять законы ислама? Аллах Всевышний говорит, посмотри на тех, что же будет с этими людьми, которые для себя в качестве Бога избрали свои желания, страсти свои. Он живет, как хочет. Какая его религия? Ислам? Ислам нам запрещает, чтобы мы жили, как хотим. На намаз остановись, остановись все свои дела, дела никуда не убегут. Вот сколько машин там стоят, сколько дел сейчас остановлены. У кого-то какой-то минус в жизни происходит, что ли, после намаза? Кто-то теряет клиентов, что ли, после намаза? Или кто-то опоздал на самолет после намаза? Аль-Хамду-Ллях, ничего плохого не происходит с теми, которые останавливаются на намаз. Пять минут Аллаха благодарят. Дальше вышли, Аллах Всевышний говорит, А когда намаз завершился, Аллаху рахмат сказал, поблагодарил, спасибо сказал, попросил за следующую свою будущую жизнь. Закончился намаз, фанташиру, дальше идите по земле, и дальше собирайте свой риск. Проблема, что ли? После смерти начнется проблема, если вы на пять минут не останавливались, не хотели своему создателю рахмат говорить. Там начнется проблема, не дай Аллах, в могиле. На одиноке, когда спросят, какая твоя религия. Третий вопрос зададут. Что ты скажешь про человека, который был отправлен к вам? Про Мухаммада. Некоторые люди не знают пророка Мухаммада, не знают, как пророка, которого нужно любить, уважать. Его слова для нас закон, его сунна для нас закон. Некоторые не понимают. Как он ответит на этот вопрос? Что ты скажешь про Мухаммада? Что ты скажешь про человека, который был послан к тебе? Спросите даже своих родственников про Мухаммада, что они знают? Как они знают пророка Мухаммада? Они знают, что это сказал нам пророк Мухаммад, нужно уважать его слова. Это для нас закон. Они понимают это так? если они понимают, что это суннат пророка здороваться правой, брать правой, давать правой после намазов, еще поблагодаря Аллаха Всевышнего это тоже суннат если они понимают, что Мухаммад, посланник Аллаха за ним идти, то иншаллах ответят и мы иншаллах тоже ответим только нужно укрепиться в этой религии чтобы потом не колебаться в могиле когда придут ангелы, которых мы еще никогда не видели чтобы не испугаться, чтобы спокойно ответить на эти вопросы нужно с твердой верой жить что ля иляха илля Аллах кроме Аллаха никакого Бога нету нету Бога достойного поклонения, кроме Аллаха никого и ничто не обожествлять дин и аль ислам, моя религия ислам жить по исламу узнайте для себя законы ислама и живите полностью по исламу в мечети, на улице, дома, на работе с верующими, с неверующими, с животными везде по исламу жить нужно по исламу это только добро это безопасность аль ислам это безопасно религия безопасности, безопасная жизнь и для себя, и для других обеспечиваем безопасность и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям это Расул Аллахи это посланник Создателя Миров Создатель Миров нам отправил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям От него он доносит нам информацию, все знания. Его нужно любить. За ним нужно идти. Аллах Всевышний говорит, Пророком, словами пророка. Если вы любите Аллаха, а все мы заявляем, все мы заявляем, глубине души, у каждого есть любовь к Аллаху. Даже у нечестивца, который намаз не совершает, у него даже есть любовь к Аллаху. Даже тот, который водку пьет, у него тоже есть любовь к Аллаху в сердце. И говорит пророк, Аллах говорит его словами, скажи им, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, вот живите как я. И Аллах тоже вас полюбит. Если ты намаз не совершаешь, но любишь Аллаха Всевышнего, начни намаз совершать, чтобы Аллах тебя тоже полюбил. Ты спиртное пьешь и говоришь, люблю Аллаха, уважаю Аллаха. Ну, брось спиртное, чтобы Аллах тебя тоже полюбил. Харамом зарабатывает, проценты дает или другими путями. Оставь это, чтобы Аллах тебя тоже любил. Говоришь, люблю Аллаха, но плохо относишься к родителям своим. Начни хорошо относиться, чтобы Аллах тебя тоже полюбил. Старших начни уважать, чтобы Аллах тебя тоже полюбил. Так Аллах Всевышний нам говорит. И Аллах говорит, предупреждайте, увещевайте своих близких родственников. Мы не только для себя узнаем религию, не только как информация, а мы для практики. То, что узнаем, нужно воплощать в жизни. То, что узнаем, нужно донести до других, потому что за них вы отвечаете. Вы узнали, услышали, а до них не донесли, до семьи своей не донесли это. Семью свою не предупредили об этом. Пусть Аллах Всевышний ведет нас этим прямым путем, укрепит нас на этом прямом пути. Аллаха, аминь.